Временная жизнь на земле Временная жизнь на земле Временная жизнь на земле Временная жизнь на земле Все, что мы проходим, все трудности Это временно И 100% временно Тогда сразу половина проблем решается Сразу груз, который мы носим Он как бы наполовину стоит легче Просто понимание и осознание Что все, что мы делаем Живем, все страдания на земле Они временные И это правда Для верующих Для глубоко верующих людей Это истина, которая Очень важно ее напоминать Верующим людям И мы все верующие, мы часто страдаем Кто-то меньше, кто-то больше Но нам важно Напомнить самим себе Что жизнь на земле Она временна Центральный стих Евангелия Центральная новость для Неспасенных, для грешников Для верующих Заключается вот в одном Месте Писания Что Христос за всех умер Чтобы Бог послал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него Не погиб Но что? Имел жизнь Какую? Вечную Вот представьте себе Что центральное послание Верующих Что Сын Божий умер Для того, чтобы всякий верующий Имел жизнь Вечную Не земную А вечную Земную тоже можно Земной жизнью мы тоже живем Но это второстепенно Центральное Центральный приоритет Чтобы человек Имел жизнь вечную Вернуться еще в самое начало Когда Бог создал Первого человека Помните Какая была цель? Чтобы человек жил Вечно Но потом пришел грех Который все это поломал Нарушил И потом пришел снова Христос Спаситель Чтобы снова восстановить Вот этот план Спасения И снова вернуть Оригинальный Оригинальная цель Которая была Заложена Чтобы человек Жил Вечно И если говорить Сегодня мы с вами поговорим О вечности Разница между Верующими И неверующими Или верующими И не церковными Людьми Во-первых В том Что неверующие Или не церковные люди Не получают свою награду Или все свои блага Наслаждения Здесь на земле А глубоко верующий человек Он понимает Что все его богатство Награда Все его права Вся помощь Которой он нуждается Радость и счастье Она заключается В вечных ценностях В духовных ценностях И в вечной жизни У него другое гражданство И верующим Иногда полезно Об этом напоминать И то, что мы делаем Сегодня Это тоже полезно Потому что мы Рассуждаем над этим И Настоящие верующие Они смотрят По-другому на жизнь И смотрят По-другому на смерть Потому что они Не боятся смерти Понимая Осознавая Вечность Которая приготовлена Для нас Богом Для того, чтобы Понять вечность Изменить свой фокус С земного на вечное Библия призывает И предлагает нам Чтобы в нас Произошло Обновление ума Римлянам 12 глава Второй стих Написано Не сообразуйтесь С веком сим Но преобразуйтесь Обновлением ума вашего Чтобы вам познавать Что есть воля Божья Новый перевод Написано Не приспосабливайтесь К образу жизни Этого мира Но преображайтесь Обновляя Ваш разум И здесь важно Добавить Что это не Психологический трюк Который нужно Закрыть глаза Сконцентрироваться Или открыть глаза Смотреть в одну точку Что-то бурмотать Что-то сделать Пойти к психологу И раз Что-то изменится Здесь Говорится О глубоком Духовном процессе Который происходит В жизни Верующего человека И который Возможен Только благодаря Влиянию Слова Божия И влиянию Духа Святого Вот эти два фактора Влияют на то Что в человеке Происходят Перемены Мышления Преобразования Ума Разума Мыслей И тогда мы Начинаем смотреть На мир На проблемы Которые здесь На земле Немножко другим Взглядом Или по-другому И сегодня Мы с вами Порассуждаем Над этим И первый призыв В теме Временная жизнь На земле Библия говорит Что мы призваны Размышлять Или думать О горнем Это первый пункт Нашей проповеди Или же О вечном О небесном К этому призывает Нас Писание И прочитаем Вместе с вами Колоссянам Третья глава Со второго стиха Третьего стиха Там написано так О горнем Помышляйте А не о земном Ибо вы умерли И жизнь ваша Сокрыта Со Христом В Боге Еще один вариант Обращайте Ваши мысли К небесному А не к земному Вы умерли Для этого мира И ваша жизнь Сокрыта Вместе со Христом В Боге Когда Библия Призывает нас Чтобы мы Мыслили О горнем Или о небесном О вечном Это не значит Что вообще Не нужно думать Как прокормить семью Это не имеется Ввиду Здесь Что Библия Призывает нас К беспечности Или к лени Вообще Здесь не в этом Смысл Но смысл В другом Это не значит Что нельзя Желать Чего-то лучшего Не значит Что не нужно Ничего предпринимать Чтобы что-то изменить В своей временной жизни Здесь на земле Но когда человек Полностью Сильно Очень Поглощен Земными Заботами Ему стоит Очень тяжело жить Вот вы наверное Встречали Я уверен Есть люди В этом зале И кто смотрит Нас онлайн Ну просто тяжело Жить Тяжело Как-то дышать Вот просто Ну давит Обстоятельства Давят Раздавливают И когда человек Начинает Вот размышлять Немножко О вечном О другом То приходит Другое осознание Приходит Облегчение В дух В первую очередь А это влияет И на наше тело И на наше настроение И на все остальное И получается Что Думать О горнем Это Не значит Что Опять же Нельзя думать О земном Но чаще всего Человек В своей суете Земной Он о вечном Вообще Не думает Чтобы Больше Понять этот процесс Наверное Можно спросить У каждого У самого себя Как Часто Вы Ты думаешь О вечном Второй вопрос Как Давно Последний раз Это было В твоей жизни Если мы себе Отвечаем правду То дальше Уже можно Рассуждать В свете Писания Которое Призывает Нас Размышлять Или думать О горнем Помышляйте О вечном Или о небесном Если человек Не задумывается В ту сторону Вообще То очень часто Его посещает Ропот Недовольство Это лишает Его всякой Радости И мира И покоя На земле Вы знаете Когда у ребенка У меня Пятилетняя Моя дочка Когда она Игрушку Поломала Она плачет Безутешно Иногда Мне даже Смешно Ну как же Ты будешь Смеяться С ребенком Который плачет Вот так я думаю Иногда Бог Смотрит Отец небесный На нас Взрослых Ну Реальность же Правдивая Игрушка Поломана То есть У нас У ребенка И у меня У нас Одинаковая Реальность Только Она плачет Безутешно А я Совершенно Смотрю Другими Глазами На Эти вещи У нас Другие Ценности Хотя Реальность Остается Одинаковой Вот точно Так же У нас Иногда Происходит В нашей Земной Жизни Взгляд Бога Взгляд Духовного Человека И взгляд Простого Человека Который Еще На пути Поэтому Библия Призывает Нас Мыслить О горнем И у меня Вопрос Как это Что нужно Делать Как это Думать О горнем Помышлять Ну во-первых Наверное Размышлять О всем Что связано С вечностью С духовными Ценностями Но интересно Что в этом месте Писания Которое мы Прочитали Там написано Что Вы умерли Для этого Мира И Ваша Жизнь Сокрыта Во Христе Это Имеется Ввиду Что Вы Умерли Для Желаний Ваших Для Воли Вашей Для Всех Ценностей Этого Мира И Если Человек Не Умер Еще Для Себя Для Своих Собственных Желаний Амбиции Эгоизма Своей Воли Своего Добиться Своих Планов И мечты Он В жизни Будет Встречать Одно Разочарование За другим Но Когда Человек Приходит К такому Уровню Что Он Уже Для Себя Для Своей Гордости Амбиции Своего Я Хочу Вот Этого Добиться Он Уже Как-то Это Отпускает И Хотя Бы Чуть Чуть Впускает Волю Божью В его Жизнь Ему Стает Жить Легче И Тогда Его Мысли Могут Работать В ту Сторону Если Человек Для Себя Не Умер Или Для Этой Жизни На Земле То Друзья Очень Трудно Думать О Небесном О Горнем Тяжело Вот Почему Нам Иногда Если Честно Редко В ту Сторону Мысли Даже Движутся Но Библия Нас К К Несомненно Призывает Значит Как Это Думать О Горнем Еще Это Иногда Думать О том Что Бог Хочет Для Меня И О том Что Бог Хочет Для Моих Детей Не Только Что Я Хочу Для Своих Детей Вот Он Этим Должен Стать Вот Он Это Должен Сделать А Что Еще Бог Хочет Чтобы Кем Он Стал Был Что Он Делал И так Дальше Думать О Горнем О Вечном О Небесном О Боге Наверное Иногда Сюда Включается Также Наше Признание Богу В Любви Когда Мы Общаемся С Ним Ведь Это Тоже Мы Редко Наверное Делаем В наших Молитвах Когда Мы Богу Просто Признаемся В Любви Что Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем И я думаю Что Для того Чтобы Любить Бога Всем Сердцем Один Из Симптомов Того Что Я Люблю Бога Об этом Написано Помните Это две Такие Центральные Центральный Призыв Итог Всех Заповедей Которые Сделал Христос Сказал Возлюби Ближнего Возлюби Господа Бога Твоего И возлюби Ближнего Так вот Бога Невозможно Возлюбить Если мы Не думаем О горнем О вечном О небесном Получается Что Если мы Бога По-настоящему Всем Сердцем Любим То симптомы Будут Мы будем думать О вечном Хотя бы Иногда Будем думать Обязательно Размышлять Об этом Будем 1 Тимофея 6 глава 12 стих Написано Подвязайтесь Добрым Подвигом Веры Держись Вечной Жизни Которой Ты призван И Исповедал Доброе Исповедание Перед многими Свидетелями Интересно Что здесь Говорится О том Что К вечной Жизни Люди Призваны Всякие Верующие Это наше Призвание Дальше Написано Что здесь Есть еще Наша Ответственность Написано Держись Это что-то Что с нашей Стороны Мы Можем Делать Мысленно Своими Поступками Разговорами Держись Вечной Жизни И дальше Написано О подвиге Веры Если бы Спросить У вас А что такое Вера Или что такое Подвиг Веры Это даже еще Как-то уровень Выше Это подвиг Вот эта вера Крепкая Живая Настоящая И непоколебимая Так где Она В чем Она Выражается Вы знаете Часто мы Веру Нашу Всю Объясняем Или выражаем Здесь На земле Уверенно Двигаемся К тому Что все Должно Сбыться У нас На земле Все наши Желания И мечты Потому что У нас Есть вера И веру Иметь надо Без веры Угодить Богу Невозможно И часто Благодаря нашей Вере Многое Мы в жизни Имеем На земле Но самое важное Что нам важно Помнить Это то Что Настоящий Подвиг Веры Это потолок Или высокий Уровень Веры Он заключается В вечности Написано Подвигом Веры Держись В вечной Жизни Евреям 11 глава Написано Они Умерли В Вере Интересно Правда Умерли В Вере Это значит Что они До последнего Своего Дыхания Были В Вере И дальше Там Объясняется Что они Даже Не все Получили Здесь На земле Но Умерли В Вере Вот это Подвиг Веры Вот это Подвиг Вот это Уровень Веры Другой Вариант Это Разочарование В Вере И В Боге Если У нас Все Сконцентрировано На наших Земных Благах И Решениях Вот почему Верующим Людям Очень Важно Я верю Это Важно Напоминать Самому Себе Что мы Призваны И живем Ради Вечности Наша Конечная Цель Это Вечность И все Что мы Имеем В Боге Это Главное Это Вечная Жизнь А все Что на земле Происходит Это Временно Это Нас Должно Утешать Пока Мы Здесь Временно Живем На земле 1 Тимофея 6 19 Написано Собирая Себе Сокровище Доброе Основание Для Будущего И Снова Чтобы Достичь Вечной Жизни Видите Как много Вписание Писания Пишется О Вечности О Вечности О Вечной Жизни Давайте Посмотрим На Одну Иллюстрацию Где Мы Смотрим Пять Разных Таких Миров Или Мышления И У вас На картинке Вы увидите Например Один Уровень Это Бог Второй Уровень Это Люди Третий Это Животные Четвертый Насекомые И Пятый Бактерии Я Просто Для Понимания Разделил Эти все Миры На Пять Уровней Каждый Мир Не Понимает Другого Мира И Каждый Мир Мыслит По Другому Вот Если Возьмем Бактерии Которые Даже Невидимы Им Трудно Понять Мир Животных Людей Насекомых У них Не Хватает Вот Этого Их Пасом Возьмем Насекомых Например Они Не Знают Мира Как Работает Все В животном Мире И Трудно Понять Выйти На этот Уровень У них Вот Свой Мир Вот На Уровне Насекомых Животные Они Не Могут До Конца Понять Человека Его Мышление Его Взгляда Планов И так Далее И Наконец Мы Подходим К Людям Которые Намного Выше Всех Миров И Мышлений Которые Существуют Ниже Уровнем Но Тем Не Менее Люди Видите Вот Они Стоят На Втором Им Трудно Понять Еще Один Уровень Который Называется Это Бог Это Всемогущий Большой Вездесущий Суверенный Бог И Вот Здесь Уже Наши Логики Мышления И Всего Прочего Нам Трудно Понять А часто Человек Пытается Все Объяснить И вот Как Животным Трудно Объяснить Чтобы Они Людей Поняли Иногда Такая Же Такая Же Картина Встречается И в Нашей Жизни Поэтому Сегодня Нам Важно Снова Сказать Что Если Человек Не Верит В загробную Жизнь В жизнь После Смерти Особенно Верующий Человек Тогда Многое Не Имеет Смысла И Поэтому Сегодня Мы Говорим С вами О Вечности И Подходим Ко второму Пункту Который Называется О том Что Мы Очень Много Мыслим О Земном И Вообще Мы Люди Много Сильно Приземленные Один Такой Пример Как Двух Старых Женщин Везли В Дом Престарелых И Когда Их Встретили Там При входе Им Объяснили Что У вас Будет Комната И В комнате Как бы Ну Все В принципе Достаточно Будет У вас И Вот Их Везут Двух Бабушек И Одна Бабушка Стоит В Этой Комнате И Смотрит И Говорит Ну Нормально Говорит Дождь Не идет Крыша Есть Не Холодно Все Нормально И Бутылку Воды Дали Слава Богу А Вашей Жизни С тем Что Нам Жило Иногда Именно Здесь На Земле Паника Люди Бегут В разные Переезжают В Штаты В страны И Это Все Нормально Что Предпринимать Но Мы Должны Помнить Что Все Равно Наши Возможности Ограничены До Какого То Момента И Все Равно Главное Понимать Что Мы Не Граждане Этой Страны На Земле Все Наши Права И Привилегии Как Граждан Небес Это Будет Нас Ждать В Вечности Филиппийцам Третья Глава Девятнадцатый Стих Написано О том Как Наша Жизнь И наше Мышление Очень Приземленно Написано Их Конец Погибель Это Уже Серьезное Предупреждение Кого Их Тех Которые Мыслят Вот Только О земном Только О земном Их Бог Чрева И Слава Их В сраме Они Мыслят О земном Наше Жительство На Небесах Откуда Мы Ожидаем Спасителя Смотрите Какая Происходит Здесь Говорится О мышлении Земном И дальше Говорится Сразу же Наше Жительство На Небесах Сразу Подчеркивается Мышление Человека Земного И Сразу Показывается Перспектива Цель Вечность И вечная Жизнь Там С ним С Иисусом Христом Иногда Находясь Здесь На земле Верующие Люди Которые Служат Стараются Соблюдать Заповеди Господни Иногда Могут Завидовать Не церковным Неверующим Людям У них И бизнес Нормально Идет У них Все Хорошо У них Здоровье Побольше И кажется Ну В чем же Проблема Какая же Польза Мне Что я В церковь В церковь И И потом Которые Которые Верующим Верующим Важно Важно Об этом Помнить Матфея 10 28 Написано Не бойтесь Убивающих Тело Души Не Могущих Погубить Но бойтесь Более того Кто может И душу И тело Погубить Для нас Важно Помнить Что самое Главное Для Бога Это Спасение Души Это ради Чего Он послал Своего Сына Ради Чего Он Умирал На кресте И Иоанна 3 16 Написано Ибо Так Возлюбил Бог Мир Вот Как Он Возлюбил Он Послал Сына Который Умер Стал Жертвою Для Того Чтобы Всякий То есть Всякий Правый Левый Несчастный Гнилой Он Мог Иметь Если Он Верит Он Мог Иметь Жизнь Вечную Вот Это Внимание Снова Вечную Жизнь Вот Ради Этого Он Умер Чтобы Ты Имел Вечную Жизнь Но Часто Мы Подавлены Из-за Того Что Земная Жизнь Не Устроена Но Помни Христос Умер Для Того Чтобы Ты Имел Вечную 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 Жизнь Вот В этом Весь Смысл Для Бога Приоритет Спасения Души Настолько Стоит Высоко Что Даже Когда Мы Иногда Приходим К Богу С разными Своими Просьбами Нам Важно Осознавать Что Бог Никогда Не Поставит Физическое Здоровье Выше Духовного Мышление Другое Друзья Это Не значит Что Бог Не Может Истелять Но Нам Важно Всмотреть На Жизнь С перспективы С призмы Вечности Немножко Отрываться Уходить От земли И смотреть Немножко С духовной Точки Зрения И там Снова Возникают Вопрос А почему А за что И здесь Опять же Мы возникаем Мы подходим К вопросу Где мы Вот помните Вот этих Пять миров Которых я Показывал Рисовал Мы не все Логично Можем Понимать Но здесь Вопрос И есть Веры Написано Они умерли В вере До последнего Дыхания Остались В вере Потому что Понимают Что их вера Ведет К вечности Вечность Вечность С Богом Бог не поставит Материальное Обеспечение Выше твоего Духовного Состояния Часто Человек Может Томиться Биться Страдать От этого От этого И даже Предъявлять Какие-то Претензии Богу Но снова Давайте посмотрим На жизнь С другой Стороны Есть да Которые Христиане Хорошо живут Слава Богу Но это Не главная Цель По крайней мере У Бога Это точно И даже Когда мы Молимся Об исцелении Нам важно Верить Что Бог Он вчера И сегодня Во веки Тот же И Бог Может Бог Может Бог Может И сегодня Исцелять Но мы Должны При этом Помнить Что спасение Души Души Это уже Духовные Вещи Вечность Стоит Намного 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 Выше Вот почему Написано В Библии Помышляйте О горнем А не только О земном Думайте И размышляйте О вечном И о небесном Для Бога Возможно Многое Решите Здесь На земле Но для Бога Это второстепенно И вот это Откровение Когда мы Это понимаем Нам Нам Стает Легче Жить Если мы Этого Не понимаем Мы будем Томиться Всегда Ходить С грузом С грузом Все болезни И страдания И наши Проблемы Смотрите Как на это смотрит Писание Второй Коринфянам Четвертая Глава Семнадцатого Стиха Ибо Кратковременное Легкое Страдание Наше Производит В безмерном При избытке Вечную Славу Когда мы Смотрим Не на Видимое Но на Невидимое Ибо Видимое Временно А невидимое Вечно Если честно Друзья Не очень приятно Слышать Это Не очень Хочется Потому что Все равно Мы живем Во плоти И я Вместе С вами Нам все равно Трудно На земле И хочется Чтобы как-то Решались Проблемы Уже Сейчас Но эту Истину Нельзя Вырвать Эту Истину Нельзя Забыть Неправильно Забыть Написано В Библии Что вы Познаете Истину И истина Сделает вас Свободными Да Во-первых Свободными От греха А также Сделают Свободными От тяжести Которую мы Носим Здесь На земле Тяжести От того Что наши Проблемы Как-то Не решаются По нашему Расписанию Это тяжело С этим жить И если тебе Тяжело То и тем Кто вокруг тебя Им тоже Тяжело Они чувствуют Этот Дух Такой Негативный Тяжелый И вы знаете Друзья Вот это нам Не знаю Как На холодильник Повесить Куда Футболку Заказать С надписью И ходить На телефон На скрин Поставить Кратковременное Временное Страдание Здесь На земле Оно Производит А видимое И Простите А невидимое Оно Вечно То есть То что Мы видим Это временно А есть То что Не видим Вот это Ценно И вот Это Вечно Друзья И нам Важно Понимать Что большинство Из нас Мы пришли К Богу Не из-за Того Что мы Что-то Получили Вот Получил Дом Машину Работу Здоровье И ты Резко Стал Верующим Это Бывает В редких Случаях Мой Дедушка Так Пришел К Богу В концлагере В Германии Сказал И так Он пришел К Богу Бог спас Его жизнь Всех Убили Кроме Него Но В большинстве Людей Которые Веровали В Бога Сегодня Они пришли К Богу Потому что Их коснулось Слово Божье Вот что-то Произошло В их Душе В духе В сердце Они что-то Услышали Произошло Вот здесь Внутри Что-то И поэтому Они пришли К Богу Не потому Что они Что-то Получили Вот это Первоначальное Как мы Пришли К Богу Вот это Должно Мы должны Туда Возвращаться Что-то Что-то Выше Материальных Благ Или вещей Да Мы часто Привязаны К материальным Это правда Потому что Мы живем На земле Первая Тимофея Шестая Глава Девятого Стиха Написано А желающие Обогащаться Впадают В искушение Библия Называет Это Искушение В сеть И во многие Безрассудные Вредные Привычки Или похоти Это погружает Людей В бедствие И в пагубу Такие сильные Слова Да Пагуба Это Ужас Кошмар Ну страшные Даже Нехорошие Слова Ибо Корень Всех Зол Сребролюбие Которому Предавшись Многие Уклонились От веры Друзья Вот здесь Вот важно Мы говорим С вами О вере О подвиге Веры И здесь Многие Которые Пошли Или Предались Уклонились Задумались Слишком Много О материальном О земном Написано Уклонились От веры Но правда Никто Не идет Умышленно Уклоняясь От веры Уходя От Бога Специально Это происходит Постепенно И незаметно И дальше Самое Вот смотрите Какое Страшное И сами себя Подвергли Многим Скорбям Кто Виноват Сами Себя Но я За свою Жизнь Не встретил Еще человека Который бы Сказал Я вот Сам себя Подверг Ну бывают Да Возможно Некоторые Так осознают В основном Которые Попадают В ситуации Трудные Обвиняют В основном Других Дальше Ты же Человек Божий Вот это Уже К нам Правда Все остальное То не про нас Слава Богу Мы все Хорошие Пушистые Ты же Человек Божий Убегай Преуспевай В правде Благочестии В вере Любви Дальше Снова Подвизайся Подвигом Веры Видите Итог Подвиг Веры Снова Вера Держись В вечной Жизни В вечной Жизни Не земной Держись В вечной Жизни Держись Которой Ты призван В контексте Идет Земная Материальная Жизнь И параллель Вечная Жизнь Вот здесь Описано И сравнивается Мышление Человека И мышление Божьего Человека И всегда Хочется сказать Я Божий Я Божий Я тот Правильный Но вот здесь Описывается Так подробно С такими словами Очень конкретными Нам важно Не забыть Наши приоритеты В жизни И как я снова Повторюсь Не значит Что нельзя Мечтать Или желать Вопрос Привязанности Твоего сердца Как это отражается На твой дух Характер И настроение Представь себе Что ты все имеешь Но завтра Все потеряешь Не хочется Такие страшные Сны видеть Да Но давайте Представим Это не по-настоящему Вот вы завтра Все потеряли Как это отразится На тебя Как это отразится Насколько ты привязан К этому земному Какое будет Твое настроение Дух Паника Придавленность И так далее Вот эти вопросы Нам можно себе Говорить И называть Правду Я думаю Что многие из нас Помнят Да Неля Ченкова Я привожу ее в пример Это молодая мама Которая ушла в вечность У которой В современное время Она могла мечтать О всем том Что мечтает Средние Ну Ей было 35 лет Это мечтать дом Мечтать машину Мечтать Ну В салон ходить Раз в неделю Ну О многих вещах Которые Мечтают Вот Современное Христианство И вот Меня Очень сильно Касается Этот момент Что Ну Общаясь 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 Она была в служении Вот Не было Вот этого У нее Такого Знаете Нытье Ну Я у нас Нету того Нету того Нету того А почему У нас Нету того Бренда Того Бренда А почему У меня Такая Дешевая И так Дальше Но Она Ушла Из жизни И у нее Не было Своего Дома А сколько Же Людей Мучится Или Мучились От того Что его Раньше Не было Или Какой-то Машины Нормальной Там Я смотрю На эти Примеры И думаю Ну Это же Человек Который Жил Среди Нас Это даже Не апостол Павел Который Ходил А вот Среди Нас Жил Но Настолько Свободный В Мышлении Другой И Кажется В Америке Почти Родилась Или Выросла Ну Все Кажется Надо Быть Очень Другим Вот это Примеры Которые Мне кажется Должны Нас Вдохновлять И интересно То Что Ну Зная Эту Семью У них Даже Была Возможность Купить Этот Дом Была Не то Что Не было Это еще Сложнее Правда Когда ты Мучаешься Не можешь А когда ты Можешь Но Выбираешь Другое И вот Здесь Вот Вот Об этом Мышлении И хочется Сегодня Нам Всем Напомнить Филиппийцам Четвертая Глава Написано Умею Жить И в Скудости Умею Жить И в Изобилии Научился Научился Человек Евреям Десятая Глава Тридцать Четвертый Стих Написано Ибо Все Ибо Вы И моим узом Сострадали И Расхищение Имения Вашего Принялись Радостью Что Зная Что Есть у вас На небесах Имущество Лучше И превосходней И так Не оставляйте Упование Вашему Вашего Которому Предстоит Великое Воздаяние Вот Были Христиане Которые Жили до нас У которых Забирали Многие Дома Машины Все Забирали И написано Они принялись С радостью Правда Хочется У этих людей Взять интервью Сказать Ну Как Ну Мы Сегодня Можем Сказать Ну А что У них Там Брать Было Велосипед Две Ноги Которыми Они ходили Все пешком Ни машин И домики Раньше Были слабенькие Кажется Ну Им легче Но Друзья Мне кажется Дело В другом В осознании В мышлении И сегодня Это Звучит Слово И к нам Живущим В это Время Давайте Попробуем Посмотреть На жизнь С перспективы С точки зрения Вечности Это третий пункт Последний Жизнь С точки зрения Вечности И первый вопрос К вам Это Какую Ты хотел бы Надгробную Надпись На твоей Плите На кладбище Неожиданный вопрос Я извиняюсь Я его повторю Не все Так Ты это Сказал Да Что Вот У вас Представьте Себе На кладбище На вашей Могиле Надпись На вашем Надгробном Камне Какую Вы хотели Ну Так как я Рассуждал Над этой темой То я уже Придумал Ответ Подумай Сегодня Каждый Из нас Я написал Так Лучше Иметь Приятную Усталость Служа Другим Чем питать Свой Эгоизм Живя Для Себя И У вас Есть свой Вариант Напишите Оставьте Может Пригодится И вы знаете Что У каждого Этот вопрос Он наталкивает Нас На Вопрос Какой Смысл Жизни Смысл Жизни В перспективе Вечности Жизнь На земле Временная Оставь След Хороший И помни О вечности И здесь Интересно Экклезиастам Третья глава Одиннадцатый стих Очень интересно Написано Читаю вам С нового перевода Там написано Так Все Соделал Он Бог Прекрасным В свое Время И вложил Мир В сердце Их Простите Читаю Другой Он создал Все Прекрасным В свое Время Он Также Вложил Осознание Вечности В сердце Людей Кто Кто Вложил Бог Что Вложил Осознание Вечности И дальше Написано Но человек Не может Постигнуть Дел Которые Делает Бог От начала И до Конца Вот этого Конца Мы не знаем Не видим Возможно Некоторых Вещей В плане Вечности Большой Картины Не видим На земле Мы видим Одно А с самолетом Мы видим Другое И вот Бог Он создал Человека Так что Каждый Человек Даже Не верующий В Бога Атеист Но когда Смерть Смотрит Ему В глаза Я уже Таких Встречал Они все Равно На всякий Случай Скажут Господи Помилуй На всякий Случай Потому что Где-то В глубине Там сокрыто Вот это Понимание Вечности И существования Бога Вот это Вложено Заложено Бог Написано В Писании Это уже Не просто Моя мысль Написано Бог вложил Икризиастам 3.11 Бог вложил Осознание И понимание Вечности Но людям Это трудно Понимать Вот почему Важно Напоминать Чтобы люди Осознавали Реальность Будущей Вечности Наша надежда В будущем Вечном Вот почему Верующим людям Не надо Бояться Смерти 1 Фессалоникистам 4.13 Написано Не хочу же Вас Братья Оставить В неведении Об умерших Дабы вы Не скорбели Как прочие Другие люди Не знающие Бога Не имеющие Надежды Но верующие Глубоко Верующие Они имеют Надежду Они знают Что-то другое У них есть Понимание Вечности Недавно Молодая Вдова В нашей церкви Спросила У нее После похорон Мужа Как дети Она мне Ответила Ну дети Нормально Говорит Я же им Рассказала Что это Временно Я подумал Какое Мудрое Здравое Осознание Этой мамы Я говорит Им объяснила Что это Временно И интересно Красная вещь Это твоя Жизнь Чтобы было Более Понятнее Даже не ваша А твоя Лично Вот это Твоя Жизнь Которая Находится Примерно Где-то Вот Здесь И независимо В какое Время Ты живешь В каком Веке В двадцатом В первом В средневековье Независимо В каком Веке Ты живешь Белая Полоса Это Вечность И если Даже Мы Забудем Многое Что сегодня Было сказано И прочитано Пусть В вашей Памяти Останется Вот эта Фотография Вот Это Ваша Жизнь Вот это Такой Короткий Отрезок Маленький Здесь На земле Мы живем А впереди Вот это Все Вот это Вечность С Богом Есть Вечность В раю Ад И рай Сегодня Реальный Спасибо Друзья Поэтому Сегодня Нам важно Понимать И смотреть На жизнь Перспективы Вечности Как я уже Сказал Потому что Апостол Павел Филиппийцам Один Он написал Влечет Меня и то И другое Имею желание Разрешиться И быть со Христом Потому что Это Несравненно Лучше А оставаться Во плоти Жить на земле Это для вас Нужнее Филиппийцам Филиппийцам Один Двадцать Один Ибо для меня Жизнь Христос А смерть Приобретение Очень Трудные Места Писания Для нашего Мышления Трудно Как это Приобретение А это Жизнь С перспективы Вечности Вы знаете Я Размышляю Над этой темой Конечно же Мне пришлось Подумать Много Об этом И я Подумал И вы знаете Мне пришло Вот эта Легкость О которой я говорил Я подумал Что если Завтра я умру Или какие-то Первая мысль Это Как дети мои Как будут мои дети Это первая мысль Которая пришла Такая Человеческая Земная Нормальная И вы знаете Я потом Размышлял Размышлял Ходил Мучился Как-то С этими Мыслями Пытаясь Найти Такое Состояние Мыслей Чтобы Тебе Стало Легко Если Мы смотрим С перспективы Вечности По идее Так и Должно Быть Я Помню Как одна Сестра В нашей Церкви Сказала Я мечтаю И молюсь Когда я Буду Отходить К Господу Чтобы я Не боялась Я подумал Как правильно Мыслить Так Она еще Достаточно Молодая И хорошо Живая Здоровая Но уже Так думает Я не хочу Я хочу быть радостной И счастливой Я хочу думать О вечном О небесном И вы знаете Что пришел Я К такому Выводу Что Если бы Даже так И случилось То как-то Ко мне Подошло После долгого Размышления Над Словом Божьим Пришло Такое Дерзновение И смелость Что Бог за Моих детей Позаботится Неужели Я думаю Что Бог Что я люблю Их Больше Чем Он Неужели Я думаю Что я смогу Для них Сделать Больше Чем Он Человеческая Другая сторона Да Будет трудно Будет переходной Период Дети Без матери Без отца Да Будут слезы Похороны Как-то все Тоже Логично Понятно И снова Возвращаю себя С перспективы Вечности Но ты же Создан для Вечности Ты живешь Ради Вечности Если ты Верующий Христос Умер Ради Вечной Жизни Чтобы ты Не погиб Но имел Жизнь Вечную И снова Идут Эти весы Диалог Сам С собой Ты понимаешь Снова и снова Насколько Все-таки Мы земные А как Редко И мало Мы думаем О горнем О небесном О вечном Другая крайность Это когда человек Думает о том Что Все на нем Держится Все Вот весь этот дом Он на мне Держится Вот Все здесь я Делаю Вы знаете Что Неприятно Это слышать Но Даже если Тебя не станет Завтра Жизнь продолжится И твой дом И семья И даже дети Много Хороших И добрых Людей Уже ушли С этой жизни Но жизнь Продолжилась Поэтому Когда ты думаешь Что все На мне Держится И ты так Много Делаешь Это вы знаете Всего лишь Симптомы Гордости И самолюбия Симптомы Отпускай Не думай Много О себе Не думай Много Написано Из Библии Вы знаете Не мечтайте О себе Мечтать можно Но не о себе Интересные мысли И Когда мы Понимаем Что я не могу Дать больше Чем может Дать Бог Хочется снова И снова Говорить И кричать Давайте Хотя бы Попробуем Давайте Попробуем Друзья Давайте Хотя бы Попробуем Смотреть на жизнь С перспективы Вечности Посмотрите На жизнь Иова В пример В Библии Иова 42 глава Написано о том Что Бог его Благословил И дал ему Вдвое больше В конце Дней жизни После его Страданий И интересно Что Библия Вот в этом стихе 42 с 10 Библия Дает цифры Конкретные цифры А часто Когда вот Это идет Статистика Я думаю Там есть Тоже Смысл Глубокий И везде Написано О том Что Иов Приобрел Называется Верблюдов Там Волов И цифры Они в два раза Больше Чем они были В первой Главе Второй Главе Иова То что он Имел В начале Конкретно Описывает То о том Что Бог Его благословил В два раза Но очень важная Интересная Деталь Когда идет Речь о детях То нет Тут цифр Вот этих Двойных В два раза Интересно Почему Почему Он же детей Тоже потерял Ведь он же Похоронил Детей А знаете Почему Потому что Взгляд С перспективы Вечности У Бога Эти дети Не потеряны Они просто Впереди А мы Идем Вслед За ними Пусть это Будет Утешением Для всех Кто Похоронил Своих Любимых Помните У Бога Исчисляется Все по-другому Они не потеряны Они Впереди Они В вечности Вот этот пример Он сильно Показывает Перспективу Вечности Для живущих Нас Сегодня Я знаю Искупитель мой Жив Бог дал Бог взял Да будет имя Бога благословенно И вот здесь Вот глава Одиннадцатая Евреям Открывается Вот эта Вся Вся Глубина Верующих Глубоко Верующих Людей Сложная Глава Одиннадцатая Глава Евреям С тринадцатого Стиха Написано Ибо Все сии Умерли В вере Не получив Обетований Другой слайд Новый перевод Написано Все эти люди Так и умерли Храня веру Не дождавшись Next slide Не дождавшись Того Что им было Обещано Они лишь Издали Видели Приветствовали Все это Они признавали Что на этой земле Они всего лишь Пришельцы И странниками На самом деле Они стремятся К лучшей стране К небесной Поэтому Бог Не стыдится Называть их Богом Ведь Он Приготовил Для них Город Вечный Город Но заметьте Они умерли В вере Так и Не дождавшись Так и Не получили Все Что просили Не получили Все Обетования И все Благо Здесь На земле Но Бог Написано Таких людей Не стыдится Особый взгляд Особый уровень Понимание Ценности Духовные Вечные Выше Земных И смысл В жизни Духовный Выше Должен быть Эгоистичных Земных Наших Желаний И благ У нас У нас Была В гостях В церкви Женщина Одна из Канады Эллис Шевкенек Кто ее Помнит Она никогда Не вышла Замуж Она Всю жизнь Была Миссионеркой Ее там Побивали Камнями В Пакистане В Индии Она была Миссионеркой С крысами Змеями Встречалась По ней Лазили Все это Она Рассказывала Интересно Она говорила Что я Есть Владелец Одного Участка Этот Участок Находится На кладбище Всю жизнь Ничего Не имела Но Смотришь На нее И хочется Хоть чуть-чуть Ее счастья Себе Вот этого Мира и покоя Ее радости Вот просто Понимание Человек Ходит по земле Но Перспектива Вечности Столько Оставил Добрых следов Столько Кажется Сделал Полезного Что Смотришь На жизнь И просто Приятная Усталость Филиппинцам 3.20 Внимание Внимание Все верующие Наше жительство На небесах По-английски Написано Мы Мы Участники Семь Гражданство Наше Другое У нас Другое Гражданство Друзья Наши права И привилегии Мы можем Их требовать Сегодня Стучать Обижаться Почему у нас Не все И не так Гражданство Другое Вечность Вечность Там Где будет Все по-другому Ради чего Стоит жить Вы знаете Заключительное Хочется сказать О Законах Сезонов Сезоны Существуют В этом мире Есть Лето Есть зима Есть сезоны И первый вопрос Кто Их Придумал Скажу вам Правду Не я Иногда Так хочется Эти сезоны Менять Хочется Как-то Какой-то Сезон Продлить Какой-то Сезон Укоротить Какой-то Сезон Вообще Убрать Убрать Вообще Убрать Но тем не менее Как бы мы ни хотели Не желали Сезоны Есть Есть зима Есть лето Есть день Но обязательно Приходит ночь Бывает закат солнца Но слава Богу Что есть восход солнца И часто Когда идет шторм Дождь И сильный ветер Ребенок плачет И кричит Папа Мама Страшно По крайней Моим детям Но мама Папа Знает Дождь Закончится Гроза Пройдет И шторм Самый большой И hurricane И tornado Все Временно Все пройдет Другое мышление Перспектива Другая Хотя реальность Одинаковая Вот точно так же И Бог Смотрит на нашу жизнь Пока мы здесь Временно Находимся На земле И родители знают Что это временно Придет новый сезон Придет другой Сезон И в нашей жизни Пока мы здесь На земле Христиане Если вы проходите Ночь Придет день Будет восход солнца И независимо Но слава Богу Слава Богу За то Чтобы легче Чтобы легче Не надо Беременность 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 Это сезон Такой Ну У кого-то По-разному Но страданий Кажется Зачем Зачем Ведь есть же вариант Обойти Роды Это еще один сезон Еще более болезненный Кажется Зачем Через боль Проходить Но вы знаете Откровение Что это боль Временная С перспективы Вечности Понимая Что потом Еще впереди Много Будет Улыбок И смеха Детского Люди Идут Через страдания Идут Через боль Потому что Имеют откровение Имеют откровение Вот сегодня Нужно многим Принять Другое Откровение Мы живем На земле И мы тоже Возможно Вопьем к Богу Господи Больно Господи Трудно А Бог Отвечает Это временно Дорогой Мой Это Временно Это Скоро Пройдет Смотри на жизнь С перспективы Вечности Смотри на жизнь С перспективы Вечности И легче Тебе будет жить На этой земле Вы знаете Когда мы смотрим Какой-то фильм Бывает И так В напряжении Что сейчас Случится Как закончится Выживет Не выживет А вы знаете Как по-другому Смотрят люди Тот же самый фильм Когда они уже знают Конец фильма Смотрят на тех Кто там Они смотрят Ребята Расслабьтесь Вот Представьте себе Что вы Мы сейчас Находимся В этом фильме Только я Знаю Конец фильма Правда? Хочется сказать Ну скажи Смотри Ну скажи Как он Закончится Так вот Я вам скажу Закончится Хорошо Правда Легче стало Фильм Закончится Хорошо Конец Будет Хороший Мы будем С Богом Вечно С Богом Будем Друзья Вечно Жить Вот это Конец Фильма Каждого Верующего Глубоко Верующего Человека Поэтому Не бойтесь Не бойтесь Верьте В Бога Иоанна 14 С первого Стиха Написано Да не смущается Сердце Ваше Веруйте В Бога Христос Сказал И в Меня Веруйте И когда Пойду Я И приготовлю Вам место Приду Опять За вами За тобой Брат За тобой Сестра И возьму Вас к себе Чтобы и вы Были Там Где Я В вечности В небе Вместе Всегда Со Христом Мы Будем Слава Богу За это Как хочется Друзья Вас сейчас Вот Кому тяжело И трудно Обнять И сказать Держись Это временно То Что ты Проходишь Это Точно Временно Смотри на жизнь С перспективы Вечности Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok